Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео вы узнаете, каковы плюсы и минусы покупки консоли Xbox One S в 2020 году. Если вдруг вы еще думаете, какую консоль вообще брать, PlayStation или Xbox, то лучше посмотрите сначала предыдущее видео о сравнении двух консолей восьмого поколения. Потом переходите смотреть это видео. Если вдруг вы уже выбираете версии и больше склон к S-версии, то это видео для вас. Также в видео мы затронем и версию L-Digital Edition, которая без дисковода. Но затронем мы ее совсем чуть-чуть, так как она мало чем отличается от S-версии. Если вы вдруг уже купили эту версию, то напишите свои отзывы о данной консоли, чтобы другие смогли с ними ознакомиться и точно определиться с выбором. Просьба поддержать видео лайком и давайте начнем. Xbox One S это вторая по счету консоль серии Xbox One, которая вышла в 2016 году после выхода первой версии Xbox One Fat. S-версия отличается своим дизайном, она более компактная и имеет более приятный материал, который не так сильно корябается, чем его предшественник. И да, S-версия не имеет внешнего огромного блока питания, что несомненный плюс. То же самое в принципе и версия L-Digital Edition, но она выжила чуть позже. И самое главное отличие от S-версии это отсутствие дисковода. Простым языком нету штуки, чтобы читать диски. Сама консоль по производительности недалеко ушла от FAT-версии, но технически она все-таки чуть мощнее. И признаться вживую это ни капли не заметно. Если вы думаете, что S-версия намного мощнее, чем FAT и на ней вы увидите намного лучше графику, то вы очень сильно ошибаетесь. Это две аналогичные консоли, которые по большему счету различимы лишь в дизайне. Но кроме дизайна есть и некоторые отличия в возможностях. S-версия поддерживает технологию HDR, может апкселить изображение до 4К и способна воспроизводить фильмы в разрешении 4К. В остальном другом это та же самая консоль. Насчет HDR, если вы смотрели чьи-то обзоры и там восхваляли эту функцию до небес, то у меня на это совершенно другое восприятие и мнение. Данная технология визуально делает цвета более естественными. Зеленый более зеленый, синий более синий. То есть по сути это не такая уж и прям технология, за которую нужно покупать именно эту версию консоли. Апксел до 4К тоже не сильно дает преимущество, поскольку все равно игры идут в разрешении 1080 и ниже. Насчет фильмов 4К думаю объяснять не стоит, тут все нормально. Я имею Xbox One S, пользуюсь я ей уже 2 года и по сути меня все устраивает и я доволен как слон. Не шумит, ни разу не подводило и ее производительность меня более чем устраивает. Это реально дешевая консоль, которая дает тебе возможность поиграть в игры нынешнего поколения без каких-либо проблем. Компьютер за такую стоимость вы никогда не соберете, ибо на данный момент консоль стоит в районе 15 тысяч. На мой взгляд это реально дешево, учитывая цены на другие игровые платформы. Также экономить помогают подписки Xbox Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate. Если вдруг вы еще не знали, то на Xbox добавили общую подписку, которая называется Xbox Game Pass Ultimate. В нее входят такие подписки как Xbox Game Pass, Xbox Live Gold и Xbox Game Pass для ПК. Подписка не дешевая, но при очень грамотной стратегии использования ее можно купить за 2 года всего лишь за 7 тысяч рублей. И на протяжении 2 лет иметь доступ к играм по сети, а также иметь доступ к более чем 100 играм. Как это сделать я уже записывал видос, если хотите посмотрите, ссылочка будет в комментариях. Насчет цены хочу добавить, что экономить на игры позволяет еще и Аргентина. Если кто не знал, в соотношении с рублем получается очень выгодное предложение, но к сожалению данный способ работает лишь для банковских карт определенных регионов. Возвращаясь к самой консоли, у нее есть 2 недостатка. Они не такие глобальные, а один из них даже естественный. Первый недостаток это отсутствие разъема под кинек. Но для тех кто покупает Xbox ради камеры или те кто хотят купить кинек детям, подключить его будет не так просто. Для этого всего вам нужно будет покупать специальный адаптер, который тоже сейчас тяжело найти. Дело в том, что Microsoft забила на кинект и остановила его производство и соответственно производство адаптера. Поэтому все что вы можете найти это лишь остатки. Второй недостаток это пожалуй мощность консоли. Дело в том, что консоли 8 поколения поделены на мощные и стандартные. S версии относятся к стандартным, то есть к тем консолям, которые не могут показывать картинку в 4К разрешения. Если у вас все таки есть 4К телек и вы хотите видеть действительно сверх четкую картинку, дабы показать всю мощь этого разрешения, то S версии не сможет вам этого обеспечить. Сама графика она классная, нексгеновская, но вот само разрешение картинки, оно не всегда идет в 1080p. И на 4К телеках, если приглядываться и смотреть в упор, игры реально мыльноватые. Для тех кто только-только будет знакомиться с консолью и вообще с играми 8 поколения, это будет не критично. Они все равно офигеют от графики в некоторых играх и получат реальное удовольствие. Но для тех кто хочет видеть реально четкую картинку и понимать что такое 4К разрешение и человеку которому разрешение очень важно, данная консоль не подойдет. У меня на канале было очень много споров на эту тему, нужно ли вообще S версию покупать, когда на рынке есть X версия. Многие даже шутковали надо мной, что я до сих пор сижу на FAT, на S версии. Но ребят, который раз повторяюсь, лично меня все устраивает. Я не люблю считать пикселей, я люблю играть и сами по себе игры они ничем не отличаются. Все равно на всех консолях идут одни и те же игры и это на мой взгляд самое главное, потому что консоль я покупаю именно из-за игры, а не из-за качества картинки. Просто если я хотел бы качества картинки, то я бы лучше бы себе купил ПК, там 4К Моник и играл бы там в 4К плюс 120 фпс. Но в этом случае мне важны лишь игры, поэтому мне S версия более чем устраивает. В мультиплеере по сути все игры идут в 60 фпс и сама графика она нормальная. Чтобы понять разницу в картинке, нужно лишь это увидеть вживую и разница будет касаться именно разрешения. Сами текстуры, сами тени останутся прежними, разница лишь будет в разрешении. Просто многие 4К разрешения воспринимают это как-то сверх что-то новое и нереально реалистичное. Нет, это всего лишь дело в четкости изображения. Сейчас вы по сути можете наглядно посмотреть разницу в некоторых играх. Да, лучше это видеть вживую, ибо разница будет намного заметнее. Но думаю суть одинаковой графики, вы поняли. Если у вас телек 1080p, то вообще можете не париться над этим, все будет хорошо. Насчет фпс тут тоже все неплохо и в большем случае все вот это зависит от рук разработчиков конкретной игры. Тут на самом деле виной оптимизации, так как на хуане есть уже игры, которые работают идеально в 1080 и 60 фпс. А есть и те, которые идут в 900p и имеют фрезы. Касаемо самих аксессуаров, тут у всех версий консоли они одни и те же. То есть геймпад от Xbox One подойдет и к S версии, и к X версии. Поэтому тут даже не заморачивайтесь. Поднимая вопрос о том, с каким жестким диском брать, смотрите сами, поскольку лично мне хватает и 500 гигов. В среднем игры весят 60 гигабайт, и лично я умещаю около 4-5 крупных игр. Да, есть игры, которые весят больше 100 гигабайт, и уже сложно умещать много игр. Но я загружаю только те, в которые играю, и в случае появления каких-то новых игр, я удаляю старую и не парюсь. Так как меня все равно физически не хватает на все игры сразу. И естественно, в некоторые игры я просто перестаю играть. И конечно же просто их удаляю, чтобы они не засоряли память. Признаться, сначала было как-то стрёмно их удалять, но потом я понял, что я могу их без проблем скачать заново и просто удалить ненужные. Поэтому лично я не очень понимаю тех, кто стремится купить внешний жесткий диск на 2 терабайта или уже консоль с более объемным жестким. Я считаю, что большой объем памяти нужен лишь для тех, кто имеет очень слабую скорость интернета и те, кто в принципе не может быстро скачать ту или иную игру после удаления. И для тех, у кого в доме есть еще игроки, которые хотят играть в другие игры и места просто не хватает. Но тут все-таки смотрите сами. Возвращаясь к цене. За 15 тысяч эта консоль более чем идеальна. И если вы вдруг хотите сэкономить и у вас нет денег на более дорогую консоль, то это будет просто лучший вариант. Если, конечно же, не учитывать, что вы фанат Uncharted и хотите купить приставку именно за нее. Просто если это действительно так, то лучше все-таки посмотреть на приставку от Sony. И давайте все-таки посмотрим на минусы и плюсы. Плюсы это низкая цена, а минусы это производительность консоли. В 2020 году 4К телеки уже есть у многих и, конечно же, хотелось бы уже 4К разрешения и в играх. Поэтому для тех, кто хочет очень четкую картинку и у кого есть 4К телек, консоль, к сожалению, не так сильно подойдет. Подводя итог, хочу сказать, что S-версия это идеальный вариант для тех, кто не хочет тратить много денег и кто хочет просто пройти игры нынешнего поколения. Поскольку многие из тех, кто хочет просто поиграть, будет достаточно и той производительности, которая имеет и S-версия. И перед новым поколением, чтобы наиграться в игры нынешнего поколения, этого будет достаточно. Если вы хотите именно Xbox и вам пофиг на разрешение картинки, то однозначно берите S-версию. Но стоит ли брать версию без дисковода? Тут смотрите сами, если вы не будете никогда пользоваться дисками и будете покупать только цифровые коды, то привод вам в принципе не нужен. Но если же у вас когда-нибудь зародится идея все-таки взять БУ-диск или посмотреть фильм с физического носителя, то лучше все-таки обзавестись простой версией с приводом. Но честно, глядя на цены обеих консолей, то в принципе лучше взять с приводом. Мало ли когда-то пригодится. А на этом у меня все. О следующих версиях я расскажу в следующих видео и в одном из будущих видео я расскажу, есть ли вообще смысл переходить с S-версии на X-версию в 2020 году. Поэтому не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить их. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать ваш опыт использования в комментариях. И большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok